Что мы знаем о самой большой змее, обитавшей на нашей планете? Как она жила и чем питалась? Какие останки подтверждают ее существование? И самое главное, мог ли этот монстр дожить до наших дней? Давайте разбираться! В этом выпуске вы увидите самые интересные встречи с Титанобоа. Титанобоа – легендарная змея, а встретить вживую которую мечтает каждый уважающий себя охотник или любитель природы в целом. Однако пока люди мечтают получить хоть малейшее представление о том, как она выглядела бы в реальной жизни, некоторые утверждают, что они не только встретили гиганта, но и умудрились его поймать. Этот снимок является подтверждением. Его автор уверяет, что он вместе с друзьями нашел Титанобоа в огромной яме, из которой та не могла выбраться. Люди нацепили на нее красную толстую веревку и потащили. Было важно не просто кое-как высвободить змею, но и сохранить ее целой и здоровой. После миссии люди планировали позвать на место ученых, однако змея выскользнула из веревки и скрылась в высокой траве, из-за чего многие не верят в то, что это все произошло по-настоящему. Останки Согласитесь, обнаружить Титанобоа – это, конечно же, очень круто, но в это как-то не верится. Другое дело – найти останки этой поразительной доисторической змеи. Как минимум, в этом случае не будет никакого диссонанса в голове, ведь многие уверены, что ползучая уже давным-давно вымерла. Останки, о которых сейчас идет речь, были обнаружены в колумбийской шахте Серрихон – одной из самых больших угольных шахт в мире. Местные эксперты сделали заявление, что, судя по останкам, змея много времени проводила в воде, питаясь крокодилами и рыбой. Также найденные кости помогли людям определить среднюю температуру в тропиках Южной Америки 58-60 миллионов лет назад. В то время она составляла 30-34 градуса по Цельсию. Сейчас средняя температура в районе той колумбийской местности составляет 28 градусов. Предполагается, что найденная особь весила не менее тонны и достигала в длину 13 или даже более метров. Скелет Все прибрежья Франции чем-то друг на друга похожи. Все, кроме одного. На нем во время отлива появляется 130-метровый скелет огромной водяной змеи, поражая туристов своим величием и фантастичностью. Некоторые местные делятся с туристами своими знаниями и рассказывают, что это скелет одной из давным-давно вымерших змей, которая была крупнейшей на свете. Как вы понимаете, никто, кроме Титанобоа, на это звание не подошел бы. Однако не стоит бросаться на людей с вопросами по типу «Почему никто не взял этот идеальный скелет на изучение?» «Это же единственная нормальная находка, связанная с Титанобоа!» Тут все обстоит немного иначе. Дело в том, что когда этот скелет был совершенно случайно найден, людей мигом оттуда прогнали. Затем в этой местности долгое время что-то делали и, как рассказывают некоторые городские, сюда привезли новый скелет, уже фейковый, тот, который мы видим сегодня. Люди уверены, что таким образом правительство защитило по-настоящему ценный экземпляр от голодных на открытие рук обычных людей и дало нам то, что испортить не страшно. При этом власти уверяют, что никакого скелета они не забирали, и тут всегда был один единственный арт. Вот этот. Как вы думаете, местные специально придумывают эти истории, чтобы привлечь туристов? Или они говорят правду? Если честно, к байкам от местных жителей я всегда отношусь как-то скептически. А вот к рассказам бывших военных совершенно наоборот. Полковник Рэми Ван Лирде был первым бельгийским пилотом и летчиком-асом, который сражался в составе ВВС Великобритании и Бельгии в годы Второй мировой войны. Когда эти ужасные события закончились, и мужчина приступил к обычной жизни, он поведал народу об одной невероятной истории, которая приключилась с ним после войны. По рассказу пилота, он возвращался на базу после очередных учений и случайно заметил где-то на земле гигантскую змею. Ползучая с виду была не менее 15 метров в длину, но больше всего пугала не столько ее длина, сколько, скажем так, ширина. Коричневато-зеленое туловище вместе с головой были более метра в толщину, что делало из нее какого-то невероятного монстра-обжору, готового слопать совершенно кого угодно без работы. Чтобы получше рассмотреть чудище, Рэми облетел змею несколько раз, а затем решил опуститься. По словам летчика, стоило ему хоть немного уменьшить высоту полета, как змея тут же на это отреагировала, подняла свою голову на три метра над землей и встала в устрашающую стойку. После этого пилот решил более не испытывать свою судьбу, жизнь ему была сильно дорога, поэтому он вернулся на базу и рассказал о случившемся своим коллегам. Но, как это бывает, прибывшие на место эксперты никого найти не смогли. Остались лишь вот эти вот снимки, сделанные бельгийцем с вертолета. Титанобоа на прогулке Встретить Титанобоа, мягко говоря, небезопасно. Если ползучая и правда существует по сей день, значит у нее буквально нет никаких врагов. Я не про то, что она безобидная и ни на кого не нападает, а про то, что каким бы крупным не выросло современное создание, оно ничего не противопоставит Титанобоа. Просто представьте гигантского льва, слона или жирафа. Вот они будут стоять где-нибудь впереди, а на них поползет подобная змея. Да она же гигантская, не только в длину, но и в ширину. Если даже анаконды длиной в 3-4 метра могут победить диких и опасных кошек, то что говорить о такой вот особи? Она, наверное, и машину готова будет слопать целиком, если внутри нее будет шевелиться кто-нибудь вкусненький. На этом видео была снята змея поменьше, хотя некоторые комментаторы все равно причисляют ее к Титанобоа, только более юной. Она ползала где-то среди деревьев и максимально пыталась избежать контакта с людьми. Получилось ли у нее это? Как видите, не совсем. Человек все равно запечатлел змеюку на камеру и, более того, нашел где-то прячется, когда отдыхает от суеты дикой природы. Вот только я немного не понимаю, что ему эта находка даст? Вряд ли кто-либо осмелится сунуться в гости к такой гигантской ползучей. Тем более, если это и правда окажется Титанобоа, то вполне вероятно, что где-то рядом с ней может быть собрат покрупнее, как на предыдущем видео, или и того больше. Следующее видео было снято в Амазонке. Именно там, как поговаривают, обитало больше всего Титанобоа. Гигантские змеи обожали это место, поскольку там было полно влаги и вкусной добычи одновременно. Так почему бы не заняться поисками выживших особей именно здесь? Подумали про себя какие-то авантюристы и бросились в плавание на лодке вдоль берега. Знаете, если бы я услышал о подобной затее, я бы в жизни не поверил в ее целесообразности, но ребята из видео доказали мне обратное. Они реально встретили там гигантскую змею, причем, судя по ее размерам, она не могла относиться к анакондам или прочим гигантским современным змеям. Это определенно была Титанобоа, которая отдыхала и набирала сил перед следующей атакой. Интересно, я один в этот момент смотрел и ожидал, как змея возьмет и резко бросится в сторону людей. Было бы, мягко говоря, страшно. Как вы думаете, а они бы от нее уплыли? Выползла. Этот ролик является миксом той истории со штурманом и прогулки вдоль берега у предыдущих ребят. Авторы этого видео вылетели на поиски Титанобоа намеренно. Они были уверены, что им удастся ее настигнуть, потому что в тот самый день множество местных жителей одновременно сообщило о том, что где-то в лесах ползает змея-переросток. Никто не собирался плавать вдоль реки на лодке. Лучшим вариантом был вертолет, и уже через считанные секунды он принес людям пользу. Этого гиганта было просто невозможно не заметить. Вы удивитесь, но змее удалось ускользнуть. Люди нашли ее и тут же бросились на свою базу с ошеломительным докладом. Запросили подкрепление и повели их к тому самому месту, где была змея. Но стоило им туда вернуться, как от нее уже не было и следа. Она буквально растворилась в пространстве, слилась с землей или зарылась где-то на глубине, сделав вход в свою яму незаметным. Перегородка Данное видео тоже демонстрирует нам удивительную змею с невероятной длиной, которая отдыхает где-то в реке. Своими размерами она перегородила людям нормальный проход, но, конечно же, за это ей никто не был в силах что-либо предъявить. Да что там в силах? Люди шугались от малейшего ее колебания. Вдруг она напала бы? Кто бы их спасал? Тем более люди должны были знать о методе охоты, который активно использовала эта здоровячка в свое время. Ученые предполагают, что в отличие от других больших змей, чей главный прием удушающий, Титанобоа совершала мощный бросок из засады, как крокодил. Жертвой этого монстра становились рыбы, черепахи и даже некоторые крокодилы, у которых Титанобоа позаимствовала тактику охоты. Солнечные ванны Вот еще один ролик, на котором люди засняли немыслимую змею. Она была настолько крупная, что поверить в то, что это анаконда или кто-то ей подобный, лично я уж, извините, не могу. Ползучая развалилась на широкой ветке и принимала солнечные ванны. А вы что думали, витамин D важен всем? Кстати, это видео отлично подходит под описание Титанобоа, ведь та и впрямь была достаточно ленивой, двигалась лишь при крайней необходимости. Но что в таком случае заставило этот вид змей исчезнуть с лица земли? У них не было особых врагов, они не бежали в первых рядах, а всегда смирно ждали добычу, долго ее переваривали и умели за себя постоять. Как и у многих других существ, Титанобоа загубили изменения климата. Поскольку все рептилии хладнокровны, им нужно тепло. Гиганты прошлого жили в теплой Колумбии и тут как назло похолодало. Шансов на спасение не было совсем, из-за чего стало принято считать, что эти змеи навсегда исчезли с лица земли. Тем не менее, мне кажется, что все могло быть немного иначе. Титанобоа могли адаптироваться к новым условиям, изменить место обитания или слегка поменяться внешне. Короче говоря, они могли подстроиться под изменения и дожить до наших дней. И продолжить жить в тайне от нас. К слову, о скрытном образе жизни. Этот стиль вполне им подходит и подходил в прошлом. Их огромные размеры и физическая сила компенсировались тем, что змея была малоподвижна на суше, поэтому предпочитала скрываться в воде. Большую часть времени змея проводила, зарывшись в выл и выжидая возможную добычу. Как анаконды и удавы, Титанобоа была нацелена на сбережение энергии. Она двигалась лишь тогда, когда испытывала голод после долгого переваривания прежней пищи. Охотилась она преимущественно в воде, однако могла подплывать близко к суше, затаиваясь у кромки. Когда какие-нибудь животные подходящего размера приходили на водопой, Титанобоа незамедлительно реагировала и убивала их. На сушу змея почти не выползала, делая это лишь в редких случаях. Ни о какой излишней агрессии в случае с Титанобоа тоже не говорилось. Если змея была сыта, она не испытывала желания нападать на рыб или животных, даже если те оказывались рядом. Также Титанобоа могла быть склонна к каннибализму, что подтверждает ее одиночный образ жизни. А сейчас я расскажу вам, какие змеи на сегодняшний день являются самыми ядовитыми и опасными. Тайпан Макоя В отличие от королевской кобры, про которую не знают разве что младенцы, Тайпан Макоя не такой известный экземпляр. А зря, ведь именно его можно назвать королем ядовитости. Ученые пришли к выводу, что Тайпан Макоя самая ядовитая из сухопутных змей. Ее яд примерно в 180 раз сильнее яда кобры. Их даже сравнивать не стоит. В плане яда это все равно, что дворовая футбольная команда и Реал Мадрид. Несмотря на безумную ядовитость Тайпана Макоя, от его укусов люди практически не гибнут, чего нельзя сказать о кобре. Тай является одной из главных проблем фауны Юго-Восточной Азии. Почему? Все просто. Тайпан Макоя в основном обитает в засушливых центральных частях Австралии, где людей практически нет. К тому же Тайпан Макоя намного спокойнее кобры. Он никогда не нападет первым, а применит убийственный яд лишь в самом крайнем случае. Так что, чтобы повидать змею и испытать ее на прочность, придется потрудиться и исколесить Австралию. Это, кстати, при жизни делал Стив Ирвин. Смотрите, как бесстрашно он тискает самую ядовитую змею в мире. Хотя, по поводу последнего, я немного неправ. Да, Тайпана Макоя можно назвать самой ядовитой змеей, но только не во всем мире, а лишь на суше. Удивительно, но даже на такого монстра нашлась управа в виде змеи Белчера. Это морская ядовитая змея из семейства Аспидов. Она даже не почувствует своих сородичей, ведь змея Белчера почти в сто раз ядовите любой другой змеи на планете. Если одной дозы яда Тайпана Макоя хватит на сто человек, то лишь пары крошечных капель яда змеи Белчера будет достаточно, чтобы лишить жизни целую тысячу взрослых людей. Яд змеи содержит в основном нейротоксины, действующие на нервную систему, и миотоксины, вызывающие сильнейшую боль и практически неминуемую гибель. Радует одно, природа сжалилась над нами и сделала змею Белчера застенчивой. Эта змея неагрессивная и очень робкая. Чтобы испытать на себе рекордный по ядовитости укус, нужно очень сильно постараться и буквально выбесить рептилию. Тайпан Не думайте, я не повторяюсь в героях подборки. Тайпан Макоя уже был, а теперь на очереди просто обычный Тайпан, еще одна змея, на которую стоит взглянуть. Этот Тайпан, которого называют Прибрежным, родственником-монстром Макоя, а также входит в пятерку самых ядовитых змей планеты. Обитает он на суше, в отличие от Тайпана Макоя, живущего в раскаленных пустынях Австралии, Прибрежный Тайпан любит целиться поближе к воде, что понятно из названия. Увидеть его можно на северо-востоке Австралии, а также на юго-востоке Новой Гвинеи. Хотел бы я сказать, что этот Тайпан такой же застенчивый душка, как Тайпан Макоя, но это не так. Это по сути злой двойник. Прибрежный Тайпан чрезвычайно раздражительная и бдительная змея, которая молниеносно реагирует на любое движение рядом. Если Тайпан будет застегнут врасплох или загнан в угол, то он начнет яростно защищаться, а его яд приведет к смерти через 4-12 часов. Из-за агрессивного нрава, крупных размеров и скорости прибрежного Тайпана часто называют самой опасной из всех ядовитых змей на свете. Окрас ленточного Крайта похож на желто-черную ленту, которой оцепляют место преступления. Очень символично, учитывая, что встреча с этой змеей может закончиться кровавым преступлением с ее стороны. Как-никак, Крайты входят в число самых опасных змей планеты из-за своего невероятного яда. Яд этой рептилии настолько мощный, что от него может погибнуть даже гадюка, а ведь она отлично переносит многие виды летальных токсинов. Яд Крайтов обладает выраженным нейротоксическим действием. Кроме того, в нем содержится уникальный для змей кардиотоксин, ведущий к остановке сердца. Более того, яд Крайтов может действовать напрямую на головной мозг жертвы, не вызывая общего паралича тела. С такой змеей точно не хочется встречаться, поэтому если находясь в Юго-Восточной Азии, вы заметите движущуюся черно-желтую ленту, то стоит поскорее свалить. Говоря о ядовитых созданиях, мы почти всегда думаем именно о змеях, но ведь и среди других животных полно крайне ядовитых и чрезвычайно опасных существ. Чего только стоит медуза, способная выкосить целую толпу людей за пару минут или жуткая рыба в виде камня. Смотрите дальше, чтобы увидеть этих созданий и узнать на что они способны. Так или иначе, все медузы опасны в какой-то степени. Только если какие-то лишь неприятно жалят и оставляют человека с опухшими ногами и руками, то другие могут прикончить неосторожного пловца. Или даже сразу несколько десятков. Морская оса как раз такой случай. Этот вид кубомедуз, распространенный у берегов Индонезии и Северной Австралии, известен своей способностью наносить жуткие ожоги. Щупальца животного сплошь покрыты стрекательными клетками, которые содержат один из самых сильных ядов на планете. Ожоги морской осы вызывают очень сильную боль, а силы токсина достаточно, чтобы убить 60 человек за 3 минуты. Встреча даже с одним из таких красивых монстров может стать фатальной, а если дайвер угодит в целую стаю морских ос, то он будет обречен. Желтый Скорпион Далеко не каждое животное может похвастаться тем, что его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. А Желтый Скорпион может. Как вы, наверное, догадались, там он указан как самый ядовитый Скорпион на планете. Неудивительно, что его второе название звучит зловеще, ловчей смерти. Желтый Скорпион распространен в Северной Африке, Турции и на Аравийском полуострове, где живет в щелях и расщелинах под камнями. Эти Скорпионы наводят ужас на всех мелких обитателей этого ареала. Это наглядным образом отражено в лабораторных испытаниях. Ловчему смерти достаточно лишь пару раз точно ткнуть своим жутким жалом, чтобы заставить саранчу или мышь страдать. В итоге это неминуемо заканчивается летальным исходом животного. Расслабляться не стоит и людям. Яд ловчего смерти это ядерная смесь нейротоксинов, введение которых в тело сопровождается крайне неприятными ощущениями. К счастью, чаще всего ужаление этого Скорпиона не смертельно, однако дети и люди с больным сердцем находятся в группе риска. Конусы Увидев Желтого Скорпиона, да и любого другого Скорпиона, вы вряд ли захотели бы подойти к нему поближе, правда? Как-никак эти создания отпугивают нас рефлекторно. А что насчет этих милах? Такие красивые ракушки стали бы отличным дополнением к декору дома. Вот только трогать их категорически не стоит, ведь это не безобидные ракушки, а конусы, хищные и очень ядовитые моллюски. Они крайне беспощадны, лежа на дне, они могут съесть целую рыбу, заглотив ее целиком и даже не поперхнуться. Перед этим они приманивают добычу своим выростом. Конусы крайне опасны и для человека. Конечно, проглотить они никого не смогут, но вот отправить на тот свет запросто. Причем происходит это невероятно быстро. Особенно опасен конус географический. Этого малыша называют сигаретной улиткой. Все потому, что человек, которого атакует этот конус, умрет через 2-3 минуты. Как раз хватит, чтобы выкурить последнюю сигарету. Что еще более жутко, конусы атакуют не только при непосредственном контакте, но и издалека, выстреливая внеприятеля своеобразным гарпуном. Тот пробивает даже костюмы водолазов и дайверов. Ну, а самое ужасное во всем этом, что препарата от укуса конуса не существует. Излечить жертву можно лишь сделав надрез на месте укуса и пустив кровь, чтобы не дать яду распространиться по организму. Сложно найти создание, которое могло бы посоперничать с конусами в плане яда, но в океане есть как минимум одно такое. Это бородавчатка или рыбокамень. Первое название связано с тем, что рыба выглядит уродливо, будто бы вся покрыта коростами, наростами и опухолями. Но не стоит над ней смеяться. Второе название подходит ей больше. Бородавчатка это действительно камень, но живой. Она мастер маскировки, поэтому мимикрирует на морском дне под камни, внезапно нападая на проплывающих мимо жертв. Увидеть ее даже в чистой воде не так просто, что уж говорить о мутной. Человек может случайно наступить на рыбу, приняв ее за камень или просто не заметив, и тогда произойдет страшное. В ответ поднимет острые и прочные шипы, которые проткнут кожу и пустят в организм человека яд. Все бы ничего, но именно эта рыба является самой ядовитой во всем мире. Даже небольшого укола в ногу или руку может быть достаточно, чтобы человек слег в больницу на несколько месяцев. Если же шипы проникли глубоко или попали в сосуд, то смерть может наступить уже через пару часов. Я бы от такой рыбы держался подальше, но так думают далеко не все люди. Некоторые готовят бородавчаток в качестве деликатеса. Наверное, так выглядит месть за людей. Внутри змеи могут находиться не только неудачные животные, но и собственные детеныши. Сегодня я расскажу вам о том, что можно обнаружить внутри гигантских змей. Что это может быть? Такой вопрос стоял в головах всех очевидцев, которые наблюдали за вот этой гигантской змеей, чье брюхо распирало. Заметили ползучую в Нигерии рядом с домами людей, из-за чего невольно стали появляться дурные теории. Мол, змея могла проглотить одного из домашних животных или какой-нибудь важный предмет. Любопытство и опасения за сохранность близких вынудили людей посмотреть, что же находилось внутри нее. Оказалось, живот питона был набит рекордным количеством яиц. Змея готовилась со дня на день дать потомство. Фермеры, которые не ожидали такого исхода, сделали пару снимков и поделились ими в интернете. Эта история моментально вызвала сильнейший резонанс в обществе. Одни заявляли, что это зверское обращение со стороны людей и виновных нужно наказать. Други наоборот встали на защиту местных. А что им нужно было делать? Вдруг змея проглотила их собаку или кота. В таком случае питомца еще можно было спасти и это было бы единственным правильным решением. А как бы вы поступили на месте жителей деревни? Пишите в комментариях. Девушка из следующей истории прогуливалась по дикой природе в компании друзей. Внезапно им навстречу выпал огромный питон, который явно был агрессивно настроен. Пытаясь спастись от нападения ползучей, девушка рванула в обратную сторону, да с такой силой, что с ее рюкзака выпал любимый мишка. Что-то вроде ее счастливого талисмана. Питон заметил кого-то крайне аппетитного, падающего на землю в метре от него и рванул в сторону плюшевого. Не прошло и одной минуты, как мишка был уже внутри питона. Девушка не собиралась мириться с таким безобразием. И тут даже дело не в ее талисмане, а в том, что змея вряд ли нормально переварила бы мишку. Он ведь плюшевый. Друзья помогли дотащить змею до ветеринарной клиники, где игрушку успешно извлекли. Талисман остался с девушкой, пускай и в потрепанном состоянии. А змея через некоторое время вернулась в дикую природу целой и здоровой. Да будет свет Одной из самых популярных собак в США является золотистый ретривер. И это совсем не случайность. Представители этой породы имеют довольно высокую продолжительность жизни, их легко дрессировать, они любят плавать и просто очаровательны. Но, как показала практика, есть у этих замечательных собачек и один неприятный минус. Они ну слишком уж любопытны. Иногда это ни к чему плохому не приводит и кажется даже милым, но порой может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Неприятная история произошла в семье, где жил 10-месячный золотистый ретривер. Он каждый день вел активный образ жизни, круглые сутки бегал, прыгал, радостно лаял, но вдруг, как по щелчку пальцев, его настроение сменилось на угрюмость. Он потерял все жизненные силы, пса начало тошнить, он совершенно не хотел контактировать с близкими. Что произошло? С таким вопросом семья отправилась к ветеринарам и поступила абсолютно правильно. Благодаря рентгену люди выяснили, что их любимый пес проглотил лампочку целиком. К счастью, она была небольшой и не лопнула внутри пса. Ее сумели достать даже без хирургического вмешательства. Ретривер остался доволен и тут же позабыл обо всех невзгодах, а вот хозяева стали более внимательны к вещам, которые они оставляют без присмотра. Следующая история посвящена ящерице под названием Агама. Это одна из немногих рептилий, которая с удовольствием дружит с людьми. При этом все ее тело состоит из колючих шипов, а морду украшает шикарная борода. К слову о бороде, на самом деле это специальный мешок, который раздувается во время опасности и брачного периода. А еще ящерки могут менять его цвет в зависимости от настроения и окружающей среды. Вот такой необычный домашний питомец уже несколько лет радовал семью из штата Миссури. Его никто не боялся. С ним даже разрешили играть их маленькой дочке, которой было всего 7 лет. В один из дней Агама стала вести себя немного странно. А еще у дочки пропал банан, игрушка из ее любимой коллекции Барби. Сообразительные родители сразу провели параллель между этими событиями и отвезли ящерицу к ветеринарам. Рентген подтвердил теорию взрослых и банан успели вытащить до тех пор, пока он не навредил организму питомца. На этом все. Напишите в комментариях, какой предмет вы точно не ожидали увидеть внутри животного. А если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.